приветствую каждого зрителя на своем канале меня зовут юлиана почему строго запрещено стирать в пятницу и воскресенье а когда наоборот можно сегодняшнем видео весело знаете человеческая история прошла через долгий путь становления и вся эта дорога сопровождалась большим количеством примет поверье и тайн они передавались между собой рассказывали с детям неукоснительно соблюдались многие современных людей до сих пор не задумываются а если задумывается то не могут достоверно ответить откуда появились те или иные запреты рекомендаций например всем известно что нельзя идти дальше после появления черной кошки на дороге а ответить почему так принято могут лишь единицы то же самое и с другими приметами многие такие советы задевают какие-либо аспекты бытовой жизни людей ведь многие знают что в пятницу и воскресенье стирать нельзя но откуда это пошло и почему так сложилось почему нельзя стирать воскресенье изначально запрет появился из-за православных традиций воскресенье всегда было божественно в днем недели люди ходили в церковь посвящали время молитве затем возвращались домой и уделяли время семье ходили в гости уборка стирка тяжелый физический труд в этот список никогда не входили раньше этот запрет соблюдался людьми неукоснительно но течение жизни вносит свои коррективы постепенно у людей стал меняться ритм жизни изменилось количество дел и вот случаются моменты когда воскресенье оказывается единственным днем перед началом новой недели когда можно уделить время бытовым делам сейчас говорят что запрет больше перерос совет можно делать седьмой день все что захочется но не стоит забывать его главное предназначение это отдых и проведение времени семьей явными исключениями в этом совете являются некоторые воскресенье в том числе вербное пасхальное и другие выпадающие на православные праздники например также уборка стирка запрещены великие праздники типа рождества благовещения и вознесения считается что тяжелый труд в дни больших праздников может навлечь на человека и окружающих болезни неудачи и нищету ведь обычно эти дни предназначались для церкви отдыха и встреч с близкими людьми а еще народный примет огласит что тот кто воскресенье стиркой занимается станет объектом неприятных сплетен и слухов и люди любить его не будут почему нельзя стирать в пятницу пятница является абсолютно неподходящим днем для стирки считается что это занятие может принести в жизнь человека и его семьи горе и неудачи причем начиная самыми мелкими испорчены после стирки вещи и заканчивая самыми большими серьезными недугами и душевными страданиями человека также эта традиция понемногу обросла и другими приметами считается что стирка в пятницу может принести сложности в рабочие дела и личную жизнь монеты вытащены из карманов после стирки предсказывают скорые финансовые проблемы данная примета популярная соблюдается не только в россии но и в других странах мира например в италии люди верят что стирка в пятницу может привести к серьезным спорам и ругане внутри семьи а некоторые настолько ответственно относятся к выполнению рекомендаций что не то что воздерживаются от стирки а даже не используют по пятницам утюг с гладильной доской чтобы не навлекать на себя беду какие дни подходят для стирки людские поверья говорят о том что стирать нельзя только в пятницу воскресенье но и в понедельник считается что взявшись за это дело в самом начале недели человек накличит на себя беду и проблемы с финансами точно разрешено стирать в субботу это на самом деле идеально подходящий для домашних занятий день но стирать можно не все белье например постельные снятые в этот же день лучше отложить на несколько дней желательно до среды вторник прекрасно подойдет для стирки мелких вещей типа нижнего белья носков и платков а вот среда самый нейтральный день недели к нему прибавляется и четверг в эти дни можно стирать все вещи вплоть до самых больших постельного белья и верхней одежды на самом деле большая часть суеверий старых по вере была связана с богом и периодами службы в храме есть мнение что стирку в дни недели запрещали по следующей причине в давние времена этот процесс для человека был весьма долгим и глобальным делом поэтому любой кто решался заняться этим автоматически застревал дома на целый день и пропускал все мероприятия будь то ярмар церковное богослужение вот такие существовали приметы верить в них или нет это дело каждого но некоторые приметы все же работают и стоит их соблюдать